Здравствуйте! Сегодня арт-воскресенье мы хотели бы посвятить русской известной художнице, яркой женщине, представительнице своего времени Елизавете Сергеевне Кругликовой. Сегодня не так часто можно услышать ее имя, но тем не менее многие ее работы известны и часто встречаются в оформлении книг на обложках или внутри книжных изданий. Это, конечно же, в первую очередь относится к серии портретов ее современников. Очень большая серия, в которой более тысячи портретов, была сделана Елизавета Сергеевна. Это своего рода такой культурный срез своего времени. Так кто же такая Елизавета Сергеевна Кругликова? Это, во-первых, образованнейшая женщина, это уникальный художник, график, художник-силуэтист, художник, который работал в тех монотипе. И вообще надо сказать, что у Елизаветы Сергеевны было очень много других талантов. Елизавета Сергеевна Кругликова родилась в Петербурге в семье офицера, но тем не менее это была семья, в которой очень любили и ценили искусство. Ее дедушка Николай Александрович Кругликов, несмотря на то, что он в первую очередь был военным человеком, тем не менее он прославился еще и как художник, как художник-график, несмотря на то, что был самоучкой. Именно дедушка привил интерес Елизавете к силуэтам. Именно вот эта вот любовь деда к силуэтному искусству осталась потом с ней до конца ее жизни. Ну и отец офицер, военный, который много переезжал из города в город, тем не менее тоже умел рисовать, и сохранились его акварельные работы, в которых он изображал Петербург. Также известна была и младшая сестра Елизавета Сергеевна Мария, которая превосходно делала кукол, которые стали даже экспонатами и и получили одобрение на Брюссельской выставке прикладного искусства. И позже еще в Советском Союзе в 1936 году тоже побывали на выставке кукольных театров. Но именно Елизавета Сергеевна стала профессиональным художником и прославила свою фамилию. Родившись в Петербурге, тем не менее, детство Елизаветы прошло еще и в Омске, а потом и в Москве, где она закончила гимназию и начала именно в этот период заниматься рисованием уже сознательно. В Полтаве, куда семья переехала в 80-х годах 19 века, Елизавета Сергеевна познакомилась и подружилась с художниками-передвижниками, такими как Месоедов и Позина. И именно вот это знакомство с художниками, с настоящими профессиональными художниками, повлияло на развитие ее интереса к изобразительному искусству. И уже потом в 90-х годах, когда она возвращается в Москву и поступает вольнослушателем в Московское училище живописи, вояния и изотчества, этот интерес развивается и становится уже окончательно сформированным. Здесь она работает у Прянишникова, здесь она учится у таких известных художников, как Савицкий, Архипов и Коровин. Именно здесь происходит ее первая ученическая, пусть и не ученическая, но все-таки выставка в стенах этого Московского училища живописи, вояния и изотчества. И уже в 1895 году она решила расширить границы своей жизни и уезжает сначала в Грецию, а потом и в Париж. И именно Париж стал тем городом, который оказал огромное влияние на развитие и на становление ее как самостоятельной уникальной художницы. В Париже Елизавета Сергеевна проживет почти 20 лет. До самого момента своего отъезда это будет бурная творческая деятельность. В самом начале 20 века в 1900 году у нее появляется своя собственная художественная мастерская и это дает ей возможность осуществить ее давнюю мечту, начать работать в технике Афорта. Уже через некоторое время, через два года она становится членом общества оригинальной гравюры в красках. Еще в течение пяти лет она преподает Афорт в Академии Ля Палетт в Париже и в Париже же она открывает русское ателье, которое наряду с ее мастерской становится таким своеобразным культурным центром, в который стекаются многие начинающие художники и представители культуры России. Елизавета Сергеевна с большим энтузиазмом относилась к организации выставок, к помощи начинающим художникам. Она помогала им не только найти работу, но и помогала с продажей их картин и художественных работ. Если помните, в нашей программе о скульпторе Голубкиной мы уже упоминали Елизавету Кругликову, именно она стала спасительницей Голубкиной в тот непростой парижский для скульптор период. Вообще многие приезжающие в Париж русские старались посетить художественную мастерскую Елизаветы Кругликовой. Среди них были не только художники, но и музыканты, ученые, писатели, поэты. Среди них были и Мечников, и Волошин, и Плеханов, Бехтерев, Андрей Белый, Дягилев. Представьте себе, это самые сливки русской культуры, которые приезжали в Европу, чтобы показать себя и посмотреть, что делается в мире. Они не только гостили у нее, они пользовались ее мастерской, там делались научные открытия, там создавались прекрасные художественные работы. Эта мастерская становилась вдохновением для многих и многих деятелей культуры. Ну и конечно же Елизавета Сергеевна сама очень много способствовала этому. Вообще эта мастерская играла своего рода роль клуба, где они могли собираться и непосредственно общаться друг с другом, делиться идеями, впечатлениями и помогать друг другу таким образом. Кругликова относилась с интересом и большой любовью к разным видам искусства. Унаследовав от матери любовь к музыке, она очень неплохо, даже замечательно играла на рояле, музицировала. Она очень любила посещать концерты и не пропускала ни одного интересного концерта, которые проходили в Париже. Будучи знакома с Дягилевым, конечно же, она была частой посетительницей дягилевских балетов и постановок. Она очень любила театр, увлекалась театром и была постоянной посетительницей парижских театров, салонов и была очень активна в плане культурных открытий. Еще очень интересный факт, она снялась в кинокартине «Русская свадьба», которую ставили французы, и сыграла там роль матери невесты. И помимо этого она же выступила как художник по костюмам в этом же фильме. Еще Елизавета Сергеевна была заядлой путешественницей. Она очень любила ездить в Британь. Она неоднократно бывала в Италии, в Испании и даже совершила путешествие в Андорру, о чем, кстати, она писала в своих путевых заметках, которые были дополнены ее же рисунками и были настолько интересны и увлекательны, что неоднократно печатались в русских журналах, газетах. Но также эту деятельность, такую вот корреспондентскую деятельность, она вела с 1902 года. Она писала не только о своих путешествиях, но и о каких-то событиях важных, которые происходят с русским сообществом в Париже, в Европе, вообще как развивается искусство за границей. Ее очерки, публикации очень пользовались популярностью в России и отмечалось как раз живой, понятный, очень доступный слог, которым писала Елизавета Сергеевна. В начале 1914 года она покидает Париж и уезжает в Россию. Это было связано, конечно же, с началом Первой мировой войны. Отъезд из Парижа был внезапным и Елизавете казалось, что она еще вернется в Париж, в свою мастерскую, но этого не случилось. Уже позже, в 1923 году, она писала Габенуа и спрашивала, что стало с ее мастерской. Конечно же, ничего хорошего от мастерской не осталось. Все работы погибли, которые были там оставлены, и мастерская пришла в полнейшую негодность. Многие работы были утрачены как раз в этот период, но, тем не менее, часть работ, которые она смогла перевести на родину, позволили в 1916 году появиться книги с ее монотипами, с ее силуэтами, которая называлась «Париж накануне войны». В 1919 году Елизавета Кругликова стала одним из инициаторов создания Государственного театра марионеток. Между прочим, по ее эскизам ставились такие спектакли, как «По щучьему веленью» и даже «Вий по Гоголю». События революции застали Елизавету Сергеевну в Петрограде. В Петрограде она же и осталась жить до конца своей жизни. В Петрограде, потом и в Ленинграде она работала в Академии художеств, стала профессором полиграфического факультета. Когда этот факультет ликвидировали, она стала заниматься со своими студентами в кружке при Академии художеств. А потом и попыталась создать мастерскую, афортную мастерскую при Ленинградском доме санитарной культуры. Именно ее усилиями была сохранена афортная мастерская и перенесена потом в Академию художеств. В конце 30-х годов большой друг и предприятель Елизаветы Сергеевны Михаил Нестеров создал два портрета художницы. Конечно же, самый известный из них висит в Третьяковской галерее, вы можете его увидеть. Именно на этом портрете она изображена у рояля, на котором стоит бокал с розой. Изящество фигуры, такая своеобразная голова с крупными чертами лица, но, тем не менее, передает вот этот вот сильный дух Елизаветы Сергеевны. И многие говорили о том, что очень много сходства с оригиналом. Нестеров писал оба портрета с большим увлечением и вообще их связывала очень крепкая дружба. В 1940 году масштабно отмечалось 70-летие художницы. Его организовал Ленинградский союз советских художников и Государственный русский музей. Дом искусств имени Станиславского организовал даже несколько встреч с Елизаветой Сергеевной Кругликовой, на которых она делилась своими воспоминаниями о жизни, своим мастерством, своими какими-то идеями по поводу дальнейшего развития искусства в нашей стране и вообще своим отношением к искусству. В мае, в июне 1941 года Елизавета Сергеевна едет в Москву к Михаилу Нестерову. Они обсуждают организацию выставки бывших художников-мир искусников. Но этот замысел так и остался замыслом. Ему не суждено было сбыться, потому что в июне началась Великая Отечественная война. И ровно через месяц, 21 июля 1941 года, Елизавета Сергеевна Кругликовой не стало. Кругликова оставила после себя огромное художественное наследие и очень обширный личный архив. К сожалению, многое было утеряно во время блокады Ленинграда, но то, что осталось, тоже заслуживает большого внимания. Также ее любовь к экспериментам и восстановлению, возобновлению, возрождению утерянных и даже глубоко забытых техник заслуживает отдельного внимания. Потому что благодаря своему энтузиазму, восстанавливая их, она не только училась и познавала их тонкости, но и привносила что-то свое, привносила какое-то современное звучание этим техникам. Именно благодаря ей русская гравюра в XX веке, можно сказать, возродилась. Но самых больших, самых значимых результатов Елизавета Сергеевна Кругликова добилась в двух направлениях. Конечно же, одной из самых ярких областей, в которых Елизавета себя проявила, это была монотипия. Это такая старая и практически совсем забытая техника, которая соединяет в себе живопись и печать. И в своих работах Елизавета Сергеевна смогла сделать то, что не удавалось многим художникам. Ее работы изысканы, наполнены яркими лаконичными красками. И это не только натюрморт, это какие-то бытовые сценки, жанровые сценки, пейзажи. И второй областью, в которой Елизавета Сергеевна проявила себя ярче и лучше всего, был, конечно же, силуэт. Вот это вот, с одной стороны, казалось бы, элементарное вырезание из черной бумаги, но имеющее очень глубокие корни и богатую историю, поскольку силуэтное искусство появилось еще в Древнем Китае и развивалось в своем темпе, и получило такое вот развитие интереса к этому искусству, появилось где-то в конце 19 века. Вот как раз в силуэте Елизавета Сергеевна смогла проявить себя лучше всего. И, конечно же, именно огромная серия силуэтных портретных работ, почему огромная? Потому что более тысячи портретов было сделано в этой технике, стала наиболее известной. В основном это были силуэты деятелей культуры, и, конечно же, среди них особенно выделяются портреты поэтов и писателей Серебряного века. Это портреты Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Михаила Кузьмина, Александра Блока, Волошина, Цветаева и многих других. Абсолютно весь Серебряный век попал, можно сказать, в руки Елизаветы Сергеевны. И именно силуэт придал особенную какую-то изюминку именно Серебряному веку, как такому культурному наследию русской литературы. Чем интересна эта серия, помимо изображенных на ней личностей? Конечно же, образы, созданные художницей, имеют несомненное сходство и какую-то психологическую выразительность, сходство с оригиналом. Несмотря на то, что силуэт – это плоское изображение, но тем не менее в этом искусстве наблюдаются законы трехмерного изображения. Очень сложно передать в силуэте именно какие-то невидимые светотени, то, что можно передать в портрете, в живописном портрете или в графике. В силуэте не передашь светотеней, не передашь каких-то мельчайших деталей. Но, тем не менее, вот как раз это показывает мастерство автора. Несмотря на строгость, камерность и даже какое-то однообразие силуэты завораживают. Елизавете Сергеевне удалось в силуэте передать экспрессию человеческого лица, передать какие-то тонкие психологические наблюдения за изображаемым человеком. И вообще кажется, что эти изображения сейчас оживут, человек повернется и начнет разговаривать. Очень огромное сходство, и это, конечно же, неоднократно замечалось и говорилось об этом не только современниками и самими изображаемыми, но и теми, кто учился на этих работах. Возродившись в 20-х годах 20 века, силуэтное искусство уже не умирало, не исчезало, а только развивалось. Его очень часто использовали потом для иллюстрации, например, русской классики. И вообще надо сказать, что в силуэтах, как и в театре теней, есть какая-то притягательность, какая-то таинственность, которая завораживает и хочется продолжать наблюдать за этим силуэтом и за его изменениями. Художница обычно набрасывает контур силуэта на белой стороне черного листа бумаги и затем действует ножницами, достигая изумительной виртуозности в сложных композициях, требующих внимательного учета перспективных сокращений. Кругликова создала целую галерею силуэтов писателей, художников, артистов и музыкантов. И таким образом она внесла свой огромный вклад в развитие культуры, русской культуры. Осталось огромное количество воспоминаний современников о Елизавете Сергеевне Кругликовой. И нет ни одного какого-то критического замечания о ней. Наоборот, все воспоминания наполнены невероятной любовью, преданностью, каким-то трепетом к Елизавете Сергеевне. Все отмечали ее доброжелательность, смешливость, активность, какой-то жизнерадостность. Она всем помогала, она старалась сделать общение непосредственным, легким и разнообразным. Она отличалась живостью темперамента, она никогда не сидела на месте. Ее все время что-то интересовало, будоражило ее воображение. Она всегда старалась быть рядом с людьми, окружать себя людьми. И они тянулись к ней как к свету. И никогда у нее в художественной мастерской и в дальнейшем в Ленинграде не было пусто. Всегда это пространство заполнялось невероятными личностями, которые очень тепло к ней относились. Она делала наброски, очень большое количество набросков вот этого невероятного количества своих знакомых, друзей, очень известных личностей конца 19-го, начала 20-го века. Хорошо, что многие из них сохранились, мы можем любоваться ими, мы можем видеть настоящих живых людей, запечатленных на бумаге. Вот как ее описывает в своих записках счастливого человека Мануилов. Это была очень мужественная женщина и красивая, с резкими чертами лица, высокая, почти всегда с папиросой, очень живая, необычайно добрая и заботливая. Ну и, конечно же, все в своих воспоминаниях оставляли вот этот вот парижский период, старались запечатлеть и говорили о том, что все русские, приезжавшие в Париж, стремились побывать у Елизаветы Сергеевны. Все знали, как она встречала каждого с лаской и вниманием, и по мере сил помогала приезжему ориентироваться. И, конечно же, перечисляли фамилии тех, кто бывал в ее доме и художественной мастерской. Если только перечислять фамилии этих замечательных людей, то, мне кажется, получится такой отдельный дом. Поэтому возвращайтесь к творчеству Елизаветы Кругликовой, найдите, посмотрите эту замечательную серию портретных, силуэтных работ ее современников, ну и найдите монотипы, и посмотрите обязательно другие ее работы, которые остались такой вот жемчужиной в русском изобразительном искусстве. На этом у меня все. Всего доброго. До новых встреч.